Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию 15-го чемпиона мира Виши Ананда, сыгранную в 1990 году против Ивана Моровича на шахматной олимпиаде. В этой партии Ананд играл белыми и начал партию ходом королевской пешки. Черный отвечает острейшей с ицелянской защитой, белый развивает фигуру. После развивающего хода конь c6 Ананд прорывает центр d4. Происходит размен на поле d4 и черный фианкетирует слона на большую диагональ, разыгрывая вариант ускоренного дракона. Белый захватывает пространство, черный нападает на коня на поле d4, белый защищает коня попутно развивая фигуру, следует развивающий ход конь c6 с нападением на пешку, белый эту пешку защищает конем. Здесь Морович спрятал короля в безопасное место, белый также подготавливает рокировку в короткую сторону, и после хода d6 черные открывают дорогу для развития белопольного слона и берут под контроль центральное поле e5. Так вот, белый рокировали. Ну и естественным ходом за черных является простой развивающий слон d7, но Морович применяет оригинальный маневр конь d7 с идеей перевести коня на c5. Ананд играет не менее оригинально, ладья b1 с идеей на конь c5 захватить пространство ходом b4. Морович все-таки пошел конь c5, здесь предварительно Ананд соединяет между собой ладьи, определяет позицию для ферзя, черный меняется на поле d4, и играет опять для того, чтобы белые не пошли b4. Хотелось бы белым, конечно, провести ход b4, но если сразу пойти a3, тогда последует фиксация ферзьевого фланга ходом a4. Поэтому постепенно продвигаются белые пешки вперед, и дальше можно сыграть a3 и b4, не опасаясь фиксации. Черный меняет еще и чернопольных слонов. Нужно отметить, что данный размен в какой-то степени ослабляет черные поля возле вражеского короля, и это в будущем скажется. Дальше черные сыграли b6, довольно пассивно они разыграли дебют. Ананд выставляет обе ладьи по центру, на ход слон b7 переводит ладью на линию d. Ладья на b1 выполнила свою главную функцию, ослабила ферзевый фланг черных. Здесь у них теперь нет никакой контр-игры. Хода b5 нет, хода d5 также нет, и белые могут приступить к прорывам в центре, либо к атаке на черного короля. Сыграли черный здесь f6, дополнительно берут под контроль центральное поле e5. Ананд активизирует белопольного слона, черный играет слон c6. На продолжение a4, ну поскольку пешка на поле g6 является зацепкой, черные поля слабы, то естественно, что белые проводят наступление на вражеского монарха. Ферзь c7 сыграли черные, белые пошли здесь в ферзь e3, приближая своего ферзя к вражеской резиденции. На ферзь b7 белый продолжает h5. Если теперь черный попытается заморозить королевский фланг, тогда будет h6, и в последующем белый проводит f4, вскрывая королевский фланг. Король g7 также не особо помогает, белый продолжает h6, и на король h8 все равно играет f4. И получаем мощную атаку против черного короля. На ход ладья f7 в партии белые сыграли конь d5. Идея перевести коня на f4 и нажать дополнительно на пункт g6, тем самым расшатывая королевский фланг черных. g5 играет морович, белый устанавливает пешку на поле a6, которая ограничивает здесь подвижность черных фигур, ну и также будет способствовать последующей атаке белых на черного короля. Король h8 сыграл морович, белые максимально сковали черных на королевском фланге, и могут приступить теперь к игре на ферзьевом фланге, увеличивая свои пространственные завоевания. Пошел здесь анант d3, все-таки с идеей провести b4. Черный пытается отогнать вражеского коня, но следует b4, обостряет позицию виши анант. После размена на поле b4, черный забирает на d5, белый пробивает также своей пешкой, теперь у черных две фигуры под боем. Кажется, что после ответного слона a4, белые должны нести материальные потери, но вот он забирает на c5, и на продолжение слон d1 нападает на вражеского ферзя. Если теперь ферзь отступает на c7, тогда белый забирает на d1, и действительно у черных лишнее качество, но слишком мощную и проходную имеют белые на поле c6. Также в позиции черных куча слабости. Это пешки b6, d6, а также пешка, расположенная на поле f6. Король черных слабо ограничен пешкой, расположенной на поле a6. И все это говорит о том, что у белых здесь большое преимущество. Но в партии Морович сыграл ферзь e7. Белый отступает ферзем на поле c3, нападает на вражеского ферзя. Принимает решение здесь черные отдать ферзя на поле e1. Ну и после хода ферзь e1 они как бы остаются с лишней фигурой, но у белых по-прежнему мощная проходная на поле c6. И возможность создавать неприятности черному королю. Пошел анант ферзь b4. Двойной удар нападения на пешку b6 и пешку d6. То есть черные продолжили слон e2 для того, чтобы после взятия пробить своим слоном на поле c4. Ну и действительно, после взятия на d6 черные отыгрывают пешку на c4. У белых позиция выиграна. Им нужно было поднять продолжение ферзи e6. Идея отступить ферзем на e4. И начать двигать свои ртутные пешки ферзи. Но неожиданно Виши Анант допускает грубую ошибку. Играет c7. Вроде бы толкает вперед свою проходную. Но дело в том, что после возможного ладья f8 и отступления ферзя на c6. Белые хотят пойти d6 и d7. Но вот находится красивая комбинация слон d5. Отвлечение ферзя от защиты пешки. Ну и после хода ферзь d5 и ладья c7. Черные легко удерживают эту позицию на ферзь d6. Отступает ладью и на ферзь b6 пробить такое положение невозможно. Добраться до пункта g7 невозможно. Но поскольку Мурович попал в серьезный цейтнот, он не находит сильное продолжение ладья f8 и отвечает ладья e8. На что следует красивый комбинационный удар ферзь e6. Отвлечение ладьи. Конечно, ферзя бить нельзя, поскольку после хода c8 черные попросту получают мат. В партии был еще сделан ход ладья f8. Но теперь белые с эффектом ставят ферзя на поле c8. И после взятия ладьей на c8 играет ферзь e7, добираясь до пункта g7. Вот где сказала свое веское слово пешка расположенная на поле a6. Защиты от мата нет. На ладья g8 будет ход ферзи f6. И следующим ходом мат черному королю. Таким образом в 36 ходов завершилась данная партия. Ну и если вам партия понравилась, подписывайтесь на обновление канала. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. И до скорых встреч.